Привет, ребят! Ой, блин! У меня, короче, линза бананом запачкала линзу. Зачем есть? Короче, протерла я линзу. Вроде должно быть лучше. Взяла с собой банан. В общем, что я хотела сказать. Добро пожаловать на первый влог. Первый, послеродовой, послебеременный влог. Конечно, если вы смотрите мой канал, вы знаете, что я уже снимала видео, но они были такие из дома. Сидячие. А сейчас я выбралась в город. Я не знаю, когда я успею смонтировать эти видео, потому что, как сами понимаете, с маленьким ребенком не всегда ты можешь подгадывать время. Но постараюсь, постараюсь. Как можно скорее. На данный момент прошло три недели, и три дня, по-моему. Да, три дня с момента родов. В общем, я выставила пост в Инстаграм. Кстати, подписывайтесь обязательно на мой Инстаграм, потому что там я спрашиваю у вас всякие различные вопросы, опросы, делюсь с вами чем-то. Вы меня мотивируете, тоже даете какие-то советы. В общем, обязательно подписывайтесь на Инстаграм. Я с вами практически каждый день, если не каждый день. В общем, там я вас спросила, выставила фотку, спросила, как вы считаете, как я выгляжу, потому что я что-то вообще недоволен тем, как я выгляжу. Несмотря на то, что, конечно, у меня уже 12 килограмм ушло после родов, но так как я набрала 20, и тело у меня такое, знаете, трухлявое какое-то все, никаких мышц, понятное дело, нету, тонуса нету, что-то я вообще недовольна собой. Вся моя одежда старая на меня либо налезает, либо не налезает, ну, даже когда налезает, как-то выглядит-то все не очень у Люба. И на Инстаграм вас попросила написать мне честное мнение о том, как вы считаете, как я выгляжу. Конечно, многие написали, что я выгляжу достаточно хорошо, мне было очень приятно. Кто-то написал, что есть над чем работать, но можете посмотреть этот пост, если вы еще его не видели. Поэтому я сейчас с бананом. Не то, что я хочу сесть на диету, не поймите меня правильно. На диету после родов садиться очень глупо, мне так кажется. Просто я хочу привести себя в форму, понятное дело, еще заниматься спортом мне нельзя, но как только будет можно, я очень хочу начать. В общем, я приехала в центр, хочу зайти что-нибудь купить для себя, для Левчика, потому что он уже вырос из своей одежды, которую я ему купила на первые, так скажем, недели, месяцы. То, что он надевал после рождения, уже у него еле-еле застегивается, поэтому хочу посмотреть, что-то купить такое более или менее на данный момент и на вырост. В общем, не знаю, что у меня получится вам снять, надеюсь, что что-то получится и надеюсь, что вам понравится мой блог. Прошло всего три недели с небольшим послеродов, а для меня это уже как какая-то целая вечность. И выбраться в город, это вообще, конечно, круто. Поэтому я наслаждаюсь. Погода теплая, 18 градусов, я вообще с голыми ногами. Кстати, хочу купить себе какие-то туфли, потому что не туфли, а такие какие-нибудь удобные лодочки, слепоны, в общем, чтобы без завязок, чтобы можно было быстро, удобно, если гулять там с Левчиком идти, нацепить и не париться, не завязывать эти шнурки. И все такое. В общем, сейчас пойду в магазин. Как обычно, начну с галереи Центрс. Это такой. Один из моих самых любимых любимых шоппинг-центров. Вот, а дальше продолжим. Дальше не знаю, куда меня занесет, но я очень рада возможности выбраться. Боже, что здесь происходит? Что это такое? Я не понимаю. В общем, зашла я в H&M, как обычно. Свой любимый магазин. Хочу купить джинсы. Не знаю вообще. Сейчас мне, наконец-то, на мою жирную задницу ничего не налезает, наверное. Смотрите, клеши. Я помню, что когда я училась в школе, была эта мода на клеш. Мне было сколько лет? 14-13. 12-12-13. Сейчас, походу, эта мода возвращается. Высокая талия и клеш. Кстати, неплохо. Неплохо. Может быть, померить? Потому что высокую талию я люблю. Клеш, конечно, я не уверена, но раз это модно, почему нет, собственно говоря. Вот такие вот мне очень нравятся пастельные цвета. Вот такой нежно-голубой. Вообще, смотрите, какой красивый, да? Он очень красиво будет смотреться. Освежать лицо. Надо будет, может, тоже померить. А вот, смотрите, какой интересный деним. Джинсы, короче, тут написано, называются они Wide High Waist. То есть, высокая, широкая, высокая талия. Как раз для меня. Но после живота моя талия пропала, и она стала широкой. Я таких даже не видела. Интересно. Они прямые абсолютно. Вообще, конечно, я люблю Mom Jeans. Это мои самые любимые штаны. Джинсы, но что-то я тут их пока не вижу. Встретила подписчицу. Поболтали с ней. Она с нами сфоткалась. Мне было очень приятно. Мне вообще всегда приятно, когда ко мне подходят. Потому что, ну, не знаю, это как-то символизирует о том, что тебя смотрят, тебя узнают. И, как правило, в галерее Centers мне всегда узнают, всегда кто-то ко мне подходит. Именно здесь. Потому что я сюда часто хожу. Смотрите, какие сережки крутые. Вообще они реально классные. Сколько они стоят? 15 евро. Ну, дороговато для Ющендам, я считаю. Ну, конечно, стильные. А вот, посмотрите, какие классные. Разные, как бы, немножко, но стильные. 10 евро. Короче, смотрите, померяла я вот такой вот лук. Джачей. Джачей. Пиджак. Клёши вот эти. Вот свитер. Блин, что-то опять темно стало, господи. Ну, вот. В общем, такие вот клёши, но мне вообще не нравятся. Короче, нет. Не моё. Короче, это всё у меня не подошло. Клёши не подошли, но зато я куплю себе вот такие вот штаны. Это sweatpants. Не знаю, как они называются. Ну, типа спортивки такие. Я их обожаю. Они у меня вообще и в пир, и в мир, и навсегда. Я их очень люблю носить. И они всегда нормально смотрятся. Когда ты худой, когда ты толстый, они всегда смотрятся как sweatpants в сером таком классическом свете. Так что пойду сейчас дальше смотреть. Может, ещё что-нибудь уловлю. К этим брюкам идут, наверное, вот такие вот толстовки. Их даже можно, в принципе, не мерить. Стоит 20 евро. Такая серая под брюки и вот такая вот розовая тоже под брюки. Надо будет, наверное, серую купить. Очень я люблю вот такие вот бодики Оденчинэм, которые закрываются на кнопочки по всему периметру. Это очень и очень удобно. У Лёвчика как раз на два месяца ничего нет. На месяц, на два, в общем, наверное, что-нибудь такое надо будет прикупить. Вот такой вот очень миленький, смотрите, с ёжиками. 62, 2,4 месяца. Надо будет, наверное, взять с ёжиками. Ну вот, смотрите, я надела вот этот спортивный костюм и выглядит очень тоже неплохо. В общем, короче, я решила купить вот такую вот белые штаны типа с white pants и к ним такую лососевого типа худи и серый костюм тоже с white pants и к нему худи. Ой, решила не покупать ничего такого более солидного, потому что может быть, через месяц я опять похудею, может, я потолстею и это такой беспроигрышный вариант, поэтому остановилась на этом. Лёвчику решила купить вот этих вот ежей, два бодика и со второй стороны он такой коричневый. вот, стоит 9,90, ну, 10 евро, да, и второе это I love dad и с другой стороны I love mom. Я люблю папу, я люблю маму. Это уже за 12,99. Вот, и носочки. Это на месяц два с половиной. Всегда пригодятся. Носочки стоят 5 евро, 4,99. Многие меня спрашивали во время беременности, почему я надеваю всё с принтом, когда я всегда говорила, что мне не подходит принт. Я до сих пор придерживаюсь этой же самой версии, что мне не очень подходит принт, цветы там всякие, квадратики, полоски, но во время беременности я носила просто то, что на меня нализала. Покупала одежду для беременных и вы знаете, одежда для беременных там, где я, по крайней мере, закупалась, в основном это был H&M, было не так много. Соответственно, я носила просто то, что было. У меня не было большого выбора, но свою идею по поводу того, что я больше люблю однотонные какие-то вещи, я не поменяла и думаю, вряд ли когда-нибудь поменяю. это не значит, что я не могу и не буду носить принты, просто просто я больше люблю одежду без принта. Вот так. Сейчас зашла в Линдекс, посмотрю, что здесь есть, может быть, тоже для Левчика что-то найду. Тут обычная хорошая вещь, хорошее качество, но чуть дороговато. Ну, посмотрим. Смотрите, какие я нашла все ботиночки в Георгс. Кажется, смотрите очень неплохо. Это кожа, они дышащие, стильные. Стоят они 120. Блин, освещение какое-то странное. Короче, выглядит круто. Они вроде спортивные и стильные одновременно. Возьму, наверное. Короче, купила я эти ботинки, я даже не знаю, как их назвать. На молнии очень они мне понравились. Вообще, вы знаете, сейчас очень сложно по крайней мере у нас в магазинах найти что-то на межсезонье, потому что еще не очень холодно, но уже не так жарко. И коллекция уже поменялась на такие, знаете, полностью сапоги. И распродается летняя коллекция. Распродаются уже босоножки, но я думаю, понятно, я уже их не буду покупать. но сапоги еще тоже рановат. И вообще, у меня после беременности я читала и знала об этом, что может вырасти нога, и у меня немножко она выросла. То есть, если раньше у меня был размер 37,5, мне было достаточно проблематично покупать обувь, потому что кое-какая обувь у меня была 37 размера, кое-какая 38. Хотя, при моем росте 1,75, ну, размер ноги у меня небольшой. Но сейчас мне кажется, что мне понадобится 38. Временность у меня вообще нога, так как у меня были небольшие отеки, особенно летом, жару. Я могла носить только эти белые босоножки, поэтому я только их и носила, потому что вся остальная обувь пришлась мне не в пору. Так что я выполнила свой минимум. Купила обувь, купила одежду. Я думаю, что в принципе можно и закончить, чтобы Левчик без мамы не скучал. Уложилась в час. Посмотрим. Короче, понюхала я, надо вообще-то говорить, послушала, знаете, как это все говорят. Ты слушаешь ароматы. А я всегда говорю понюхала. По-простому. В общем, короче, понюхала я новый аромат Joy. Вы знаете, с маленьким ребенком вообще вообще мне не до духов, потому что я не представляю, мне даже не хочется душиться, потому что ты постоянно, ну я постоянно его прикладываю к груди, поэтому я даже не знаю, как можно с маленькими детьми вот прям такими новорожденными душиться духами. Мне кажется, это не очень. Ну, я не знаю, может быть, кто-то и душится, но я, по крайней мере, не душусь, поэтому не буду заодно тратить деньги на духи. Ну и, кстати, мне этот аромат не так уж понравился. Горяная польза. В общем, я зашла перекусить, взяла себе такое вот блюдо, это рулетик из лосося со шпинатом и к нему картошечка и овощи. Водичку уже свою я допила, так что сейчас быстренько перекушу, потому что я уже дико голодная. В Риге еще все пока с террасами, очень красиво. Как видите, сегодня достаточно пасмурный день, но тепло 18 градусов. Но скоро похолодает, и все эти миленькие терраски закроются. Народу много, много туристов, как обычно, в это время года всегда очень много туристов. но очень красиво. Это старый город, старая Рига. Здесь всегда очень красиво. Блин, у меня опять вылетело мусор из головы. Сейчас я реально смотрю на людей и замечаю то, что кто-то уже реально, я уже в инстаграм говорила, кто-то уже одевается полностью, знаете, так прям основательно тепло, в куртках, ветровках, в длинных штанах, а кто-то еще по-летнему. Это такая стабильная часть. Вы передачу ведете? Да, я передачу веду. Снимайте. Да, снимаю. Всем привет из Риги. Всем привет из Риги. Добро пожаловать, да. Да, супер. Вот. И что еще, в общем, в общем, да, кто-то уже тепло дит, кто-то еще по-летнему, но это всегда в межсезонье. Весной тоже самое. Кто-то уже раздевается в первом, при первом лучике солнца, а кто-то еще ходит в зимних шмотках. В общем, я думаю, что надо будет уже скоро заканчивать этот блог, потому что я сейчас поеду домой к ребенку. Надеюсь, не будет в этом видео комментариев про то, что я гулящая мать. Пожалуйста, избавьте меня от этих комментариев. Я не хочу ничего такого читать. А если по-серьезному, недавно делала опрос у себя в Инстаграме по поводу того, хотели либо мои зрители увидеть видео о том, что мне не понравилось в Рижском роддоме в нашем, потому что я как-то обмолвилась в одном из своих предыдущих видео, что мне безусловно очень понравилась сама часть родов, но не понравилось мое послеродовое там пребывание. Спросила в Инстаграм и 80... Нет, 90% или 89% проголосовала за то, что вы хотите такое видео, чтобы я вам рассказала, что же все-таки случилось. Поэтому, если вы хотите принимать участие в разных таких опросах, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я обязательно запишу видео про роддом. Оно достаточно будет, наверное, брутальное, но честное. Честный мой отзыв. Ну, закончим, я думаю, этот влог. Спасибо большое, что вы смотрели. Если вам оно понравилось, то, пожалуйста, не поскупитесь, поддержите меня вашим пальчиком вверх. Для меня это очень и очень важно. И да, спасибо, и как обычно я вам хочу пожелать отличного дня и прекрасного настроения. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Пока!